Всем привет, ребята, с вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам небольшой мод на рай для Майнкрафта Pogged Edition 1.14.0.50 Ну и после установки этого мода, в нашем Майнкрафте появятся вот такие парящие острова, которые как раз нам будут говорить о том, что в нашем Майнкрафте теперь есть рай К сожалению, реализовать это другим образом пока что невозможно, всё это связано с тем, что у нас довольно плохой движок для модов И когда этот движок обновят, тогда, ребята, можно будет делать свои очень крутые новые измерения Но пока что всё, ребята, это выглядит вот таким образом Как по мне, ребята, как для первого мода на рай, это довольно неплохо Также я сразу хочу сказать, что этот мод находится в стадии разработки, поэтому в этом моде всего лишь 6 новых блоков и всего лишь вот такие новые летающие острова Новых мобов, новых вещей в этом моде пока что нету Ну и думаю, что всё, ребята, добавят в течение месяца или через месяц, я думаю, что будет глобальное обновление этого мода Ну и если, ребята, вы хотите, чтобы я снимал обзоры также на новое обновление этого мода То тогда, ребята, обязательно поставьте лайк на этот видосик А также можете ещё оставить свой топовый комментарий, чтобы попасть в следующее видео моего канала Ну и теперь давайте вернёмся к самому моду Мод на самом деле довольно неплохой, опять же, как для первой беты И, ребята, чтобы вы не думали, что я нахожусь где-то в другом мире или где-то ещё Я вам сейчас настройках включу дальность прессовки чуть-чуть побольше Чуть-чуть подальше И вот теперь, ребята, вы видите, что реально это у нас парящие острова, которые у нас находятся над нашим обычным миром И знаете, я тут подумал, что, скорее всего, чтобы вам найти вот эти острова и у нас, блин, пошёл дождь Вам, ребята, наверное, потребуется включить дальность прессовки чуть-чуть побольше То есть, возможно, если у вас, ребята, слабый телефон, вам, ребята, потребуется всё-таки дальность прессовки поставить чуть побольше Потому что если поставить 8 чанков, то вы, ребята, ничего не увидите Давайте мы с ними даже проведём небольшой эксперимент Вот, смотрите, летающие острова Заходим в настройки Включаем 8 чанков И да, ребята, я ничего не вижу А вот если поставить 16 чанков, то уже хотя бы что-то видно То есть, ребята, минимум получается 16 чанков Ну, если у вас слабый телефон, я думаю, что, ребята, вы всё-таки сможете поставить 16 чанков Увидите вот эти острова и будете просто к ним подниматься И, кстати, ребята, если вы будете выживать с этим модом в режиме выживания Я вам даже немножечко сочувствую Поскольку подниматься к этим островам довольно затратно И я не знаю, зачем разработчик этого мода эти острова так поднял высоко Потому что реально в режиме выживания подниматься к этим островам, ну, это прям просто ад Но зато, ребята, если вы всё-таки подниметесь и найдёте эти острова Тут вы сможете найти вот такие, не знаю, пары облаков Не знаю, пары пара То есть, сюда как будто пришли вайперы, напарили И, ребята, после того, как эта пара пропадает, у нас появляются новые вещи Также я хочу сказать, что, ребята, этот пар нам даёт эффект левитации И эффект замедленного падения Не знаю, для чего Ну, для просто красоты, чтобы было, так сказать Вот, и, ребята, есть также небольшой минус, небольшой косяк этого мода Вот эти, ребята, пары облака, пары пара у нас появляются иногда вне, получается, острова И все новые вещи, после того, как пар исчезает, они падают прямо вниз То есть, вот туда И потом, ребята, они, конечно, исчезнут, если вы их не заберёте Но зато эти пары, пара, опять же, левого облака появляются довольно часто И тут, ребята, новые вещи появляются тоже довольно часто Поэтому, если вы нашли один летающий остров, то есть, вот такую кучку Я хочу сказать, что вы, ребята, просто красавчики Поскольку тут вы сможете фармить себе как изумруды, так и алмазы Так и, короче, дофига всяких разных вещей, которые появляются на этих островах Ну и пока что, ребята, этот мод находится в режиме разработки Этот мод добавляет всего лишь 6 новых блоков На которые мы с вами сейчас посмотрим И чтобы вам тоже посмотреть эти новые блоки Мы с вами просто заходим в режим креатива И вот все наши новые блоки Первый новый блок, второй, третий, четвёртый, пятый и шестой Ну и давайте, ребята, начнём, пожалуй, с первого нового блока Который напоминает чем-то обычный бложник Только немножечко с другой текстуркой И, кстати, ребята, он является основой острова То есть, он, получается, держит весь остров Потом, после этого камня идёт райская трава Точнее, райский блок травы И уже на самом острове у нас растёт вот такое райское дерево Кстати, было бы классно, если бы на этом дереве у нас росли какие-нибудь фрукты Было бы прям реально очень круто Дальше, ребята, у нас идёт вот такая райская трава То есть, вот она Идёт, так сказать, вторым слоем самого острова Дальше, ребята, у нас идёт райский песок Он тоже здесь есть Вот, хотя я не уверен, что это песок Потому что песок бы осыпался Но пусть, ребята, будет райским песком Дальше у нас идёт вот такое райское дерево А снаружи оно необычное Но внутри это совершенно обычный дуб Который мы сами видим в Майнкрафте просто везде Дальше, ребята, у нас идёт вот такая райская листва Которая выглядит довольно прикольно Но было бы ещё классно Если она была бы прозрачной Было бы тогда прям вообще просто шикарно Ну и, ребята, последний блок Это у нас уже получается просто райский блок земли То есть, это у нас райский блок травы А это у нас райский блок земли И да, ребята, выглядит всё довольно круто Я понимаю, что мод небольшой Ну, ребята, это первый мод на рай Для Майнкрафта Покет-эдишн И я думаю, что уже за это можно поставить лайк И вот как раз под конец видосика У нас стало темнеть Это прям реально очень классно Ну и вот такой, ребята, мод у нас был сегодня на обзоре На этом всё Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok